Путин и Путинизм В публикации «Как стать богатым человеком» мы рассмотрели вопрос, кто становится хозяином положения при капитализме. Там я кратко повторил часть моей концепции «Звери и скотов», которую я подробно изложил в ролике «Почему у Путина не получилось поднять Россию с колен или что такое политаризм?» Он вводит подсказки. Также напоминаю, в современной России и близко нет никакого капитализма. А у нас классический политаризм или азиатский способ производства – АСП. Это детально раскрыто в публикации «Так что такое путинизм?» В условиях политаризма же деньги не главные. А главная руководящая, или как сейчас принято говорить, номенклатурная должность – положение в иерархической системе. Что нагляднее всего, наверное, подтверждают судьбы Ходорковского и Березовского. И отсюда вытекает главный вопрос этой публикации. Как занять высокую руководящую должность? Сесть в высокое руководящее кресло, как говорят просторечии. И на него, понятно, тоже есть дежурный ответ. И точно такой же, как и дежурный ответ на вопрос «Как стать богатым человеком?». Для этого надо быть умным. Но это, опять же, не имеет ровным счетом никакого отношения к реальности. Для того, чтобы занять высокое положение, не только не нужно быть умным, а наоборот. Ум здесь скорее мешает. И очень сильно мешает. Что гениально показал еще Александр Грибоедов в своей бессмертной комедии «Горе от ума». Там же он не менее гениально показал, кто становится хозяином положения при политаризме. Напоминаю, в царской России тоже и близко не было никакого капитализма, как нас учили научные коммунисты. А в ней тоже был классический политаризм, как и в Советском Союзе, впрочем. Система в нашей стране, благодаря господству номенклатуры, не меняется со времен царизма. И ответ на вопрос, каким образом занять высокую руководящую должность, тоже очень прост. Для этого нужно быть хау-юм. Нужно уметь раболепствовать и присмыкаться перед вышестоящим начальством. Быть фамусовым или молчаленым. Именно этот деградировавший тип личности и формирует элиту в условиях азиатских деспотий. И именно поэтому данный тип личности я в условиях указанной концепции и назвал скотом. Надеюсь, теперь наглядно видно, что в данном контексте это не оскорбление, а термин, наиболее точно выражающий их психотип. Также в публикации «Как стать богатым человеком» я подчеркнул, что политаризм намного хуже капитализма. Равно, как и указанный тип, тип скота, намного хуже типа зверя. Который становится хозяином положения в условиях капитализма и вообще в условиях систем, построенных на господстве частных собственников. Теперь же я поясню, почему скот еще хуже зверя. Оба типа личности достигают господствующего положения благодаря потере человечности. Повторюсь, очень надеюсь, что однажды о том, что такое потери человечности, мы поговорим куда детальнее. Но мера потери человечности скотом куда выше, чем мера потери ее зверя. Потеря человечности – это прежде всего потеря совести. И зверь, понятно, ее тоже теряет. Но он теряет только совесть, чувство вины. Но не теряет честь, чувство стыда. И именно поэтому любой зверь боится позора. Скот же теряет не только совесть, но и честь. Да, это и понятно. Унижение ведь для него главный способ – продвижение по карьерной лестнице. И ведь кавычек не поставишь. То есть хозяином положения в нашей стране уже несколько веков является полуграмотный халуй. Часто понятие, не имеющее дели, которым его поставили руководители. И поэтому стоит ли удивляться, что все эти века Россия стремительно деградирует. И Советский Союз, понятно, деградировал куда быстрее, чем царская Россия. Поскольку в СССР исчез естественный антагонист скоту – крупный собственник. А это невероятно усугубило положение. Фамусовские скоты в горе от ума. Ведь могли только распустить слух, что Александр Чацкий сумасшедший. И он мог крикнуть «Карету мне! Карету!» и презрительно покинуть дом Фамусова. В Советском Союзе же двери психиатрических больниц для таких, как Чацкий, были открыты очень широко. И мера их травли за то, что они лучше других, была куда выше, чем царская Россия. Это главная причина, почему СССР так быстро деградировал и развалился. Нужно подчеркнуть, что звери, особенно в условиях капитализма, все же умеют ценить по-настоящему умных и образованных людей. Но о скотах такого не скажешь никак. Они, напротив, умных и образованных людей люто ненавидят. И как молотых, знабет. Надеюсь, также мы однажды поговорим о том, почему они так делают. Но, повторяю, путинизм – это не просто политаризм. А это глубоко деградировавший политаризм. Политаризм, впитавший в себя всю меру деградации, что царской России, что Советского Союза. И поэтому в его условиях хозяином положения становится еще более деградировавший тип личности, чем даже Фамусов и Молчалин. Это, понятно, в полной мере относится и к типу личности Владимира Путина. Но об этом мы поговорим в следующей публикации. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите в подсказке и на конечном доставках.